всем привет рад видеть вас на своем канале в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать как я буду менять кислородный датчик и почему и зачем я это делаю значит мой автомобиль nissan двигатель qj 18 на данный момент расход топлива в городском цикле составляет 16 18 литров что считаю абсолютно неприемлемым причем езжу абсолютно спокойно то есть не гоняю на тапку не жму съездил на диагностику диагностика как бы не вы не не выявила никаких неполадок единственное вот только вопрос произошел вот с этим датчиком то есть показания у него далеки далеки от идеала короче решила его поменять кислородный датчик значит вот так вот маркировка его на написано bosch а24 а 71 054 но здесь 98 23 0 и выбит лейбл nissan до пробег его машину уже больше 200 тысяч километров но как я понял этот датчик еще родной стоит его никто не менял ну короче принято решение поменять этот датчик значит оригинал я брать не стал потому что как бы цена кусается то есть за оригинал где-то просят тысяч пять даже больше было решено купить ну заменитель так сказать вот купил вот такой вот датчик заказал заказывал магазине exist там по каталогу он вышел как заменитель универсальный датчик значит приобрел это датчик если кому интересно значит цена 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 кислородный датчик цена 2405 рублей плюс ко всему еще купил свечи свечи купил денса по цене 125 рублей вот такие свечи должны быть нормальные ну ладно значит что внутри внутри значит лежит видимо эта инструкция здесь тяжечки дальше лежит вот такая колодка этот понял для чтобы соединить провода ну и собственно сам датчик значит сам датчик вот так он выглядит защитный колпачок здесь на резьбе видите нанесена токопроводящая смазка если сравнивать размеры в принципе идентичный немного другая конструкция самой вот этой головки вот родной здесь такая вот прорезь а универсальная вот такой ну а так в принципе все все одинаково одену на место так что мне здесь нужно будет сделать здесь нужно будет вот видимо при помощи вот этой колодки старую фишку отрезать старую фишку и соединить с новым проводом сейчас покажу как буду делать и так значит я укоротил на нужную длину провода отрезал фишку в инструкции сказано что нужно оголить провода не меньше одного сантиметра ну а дальше все очень просто берем эту колодку заводим провода заводим провода так вот не значит такие вот силиконовые заглушки вот так вот их вставляем вот так вставляем вот так вставляем вот так то же самое делаем с этой стороны так 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 то же самое вставляем сюда а нет наоборот наоборот вставляем наоборот наоборот провода какие то здесь видимо особенные такое ощущение что они какие то столисты очень жесткие так 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 и так получилась вот такая конструкция так как я соединять буду провода здесь значит есть вот такие соединения значит вот это вот откручивается колпачок одевается на провод такая конструкция провод вставляем до упора вставляем и закручиваем так закручиваем колпачок вот так закручиваем получается такая вот такое соединение проделываем все это с остальными проводами и так все соединения завершены получилась такая вот скруточка значит на что хочу обратить внимание на всякий случай если будете делать делать провода чуть-чуть запасом потому что если что-то не получится можно было без проблем переделать так значит у меня датчик трехпроводный здесь под 4 вот осталось лишнее вот это вот и просто вот туда запихаю пускай она там будет но дальше всю эту конструкцию затягиваем вот так затягиваем внутрь так затягиваем и чик захлопываем вот значит получилось вот такое надежное герметичное соединение как видите провода здесь все одинаковые перебутать невозможно в общем то вот и все можно идти устанавливать датчик на автомобиль буду рад если это видео кому-то понравится все пока